3, 2, 1, 0, ты на канале Миша Николь, и сегодня я хочу вам рассказать, куда я лечу. Я уже в одном из видео, где я трачу деньги, не зная сколько денег на карточке, я рассказывала, что мы летим в жаркую страну, и знаете, что это за страна? Барабанная трот, это Дубай. И перед Дубаем мы еще на два дня заедем в Милан. И то, что я сейчас не засоберу в этот чудесный чемоданчик, я докуплю в Милане, там еще где-то, и сегодня еще мы пойдем в центр докупить то, что нам надо в Милан. Там всякие аксессуарчики, ну в общем, вы поняли. Ладно, сейчас я буду вам показывать, что я беру с собой в отдых. Короче, сначала я хочу собрать себе косметичку с косметикой, потому что все равно, как бы сильно я не загорела, там все равно надо подкрашивать, там реснички, там консилер, чуть-чуть реснички. Но мама мне 100% не разрешит мне взять огромную косметичку по типу вот этой. У меня обычно косметика лежит вот в таких вот косметичках. Но в этот раз я возьму вот такую вот косметичку, она маленькая и новая. Она уже, конечно, чуть-чуть грязная, но точно это не важно. Так, сюда я складываю косметику на мой повседневный макияж, типа консилер, всякие румяшки, ну просто там, чтобы быть красивой, но не прям стрелки какие-то. Ну, в общем, вы поняли. Я возьму с собой румяшки, возьму с собой консилер, стики для лица, возьму с собой гель для бровей, тушь. Ну и чтобы у меня не отводилось лицо, возьму с собой базу под макияж, возьму еще с собой коричневый подвод на всякий случай. Вдруг я захочу там стрелочки на какой-то видос, потому что мы 100% будем снимать для вас там видосы крутые. Вот стрелочки какие-нибудь, может, нарисую не черной подводкой, а коричневой. Карандаш для бровей, потому что я не успела записаться на брови до Дубая. Вот так вот, девочки. Причем постоянно успеваю на видео всякие, еще куда-то. Вот именно перед отдыхом я не успела ни на ресницы, ни на брови, только вот маникюрчиком я сделала. Кстати, затяните в комментах. Взять еще с собой кисточки, потому что, думаю, они понадобятся. Ну и в общем все, моя косметичка на отдых готова. Итак, ребят, я пришла в магазинчик, и я уже выбрала себе разные шампуньки, кондиционеры и термозащиту, хочу купить от вот этой фирмы. Ее советуют все блогеры, поэтому я тоже хочу попробовать. Поэтому погнали на газу. Так, дальше не менее важное, это всякие испевки, пены для того, чтобы не сгореть или для того, чтобы спасти свою кожу после того, как ты сгорел уже. Я еще придумал, какую из этих косметичек мне положить эти испевки. Мне постоянно надо будет мыть голову, потому что мы постоянно будем флорированы в соленой воде, потому что в заливе вроде бы соленая вода или нет. Ладно, не важно. Короче, у меня, я раньше пользовалась брендом Лораль для волос. Была просто популярная линейка, у них фиолетовые там шампуни, бальзамы и маска. Я решила попробовать, и мне зашло, но на самом деле у меня все равно очень быстро жернились волосы. И я думала, надо что-то менять. Я решила, я посмотрела всех блогеров, и все порекомендовали вот эту линейку. Я вам скажу, я тоже ее рекомендую, не реклама. И я купила ее, и очень сильно хочу ее взять с собой. Мне прямо очень нравится, и она пахнет все цитрусиком так вкусно. Итак, ребят, так как я еду к солнышку на море отдыхать, то мне обязательно нужна защита. И так как я слежу за своим телом, за собой, за загаром, ну в общем, вы поняли, то мне обязательно нужна защита 50, защита 30, защита 40, защита 20. Ну в общем, вы поняли. Это термозащита, термозащита, это шампунь, а это кондиционер. Маски я от этого бренда не купила, потому что я не нашла в том магазине в Сан-Рему, потому что в Сан-Рему очень мало вообще чего можно найти. Есть только Стрэдвариус и один магазин с косметикой. По сути все. Шампунь, кондиционер и термозащита, потому что волосы у нас выгорают на солнце, и их надо защищать. Я так и узнала про термозащиту, я поехала на отдых в Египет, и мама говорит, надо же брать термозащиту, типа волосы же могут испортиться. И я такая, а серьезно, есть такая штука как термозащита? Я раньше вообще не пользовалась термозащитой. Так, короче, ребят, вообще рассказываю мои планы. Мне очень понравились одни очки, они очень крутые, такие красивые, вот. Я хочу их купить либо тут в Сан-Рему, либо в Милане, потому что мы решили поехать на два дня, отдыхать в Милане, там накупать всяких штучек. Но еще мы решили захватить с собой на залив всякие вот такие вот штучки, потому что в Дубае очень дорого на самом деле, и найти прям вот магазин с такими отдельными штуками достаточно тяжело. А если найти, то это будет все очень дорого. И мы решили зайти, и причем мы увидели сразу типа все штучки. Например, вот такие вот, купить вот такой мячик. У нас был такой мячик, но я не знаю где. У меня были вот такие вот спортивные профессиональные очки для плавания, я не знаю понадобятся ли они мне в этом году, потому что раньше я любила плавать и смотреть на все, а сейчас я не особо. Ну, на всякий случай можно взять. Тут еще есть еще одни очки. Ну, они типа, я так понимаю, раньше были типа для меня и для моего брата. Но положили их зачем-то, неважно. Я вроде бы все разобрала. Надо это тоже будет куда-то положить, все это утрамбовать. Давайте сразу я уже буду вложить все эти штучки. Надо собрать косметичку еще для того, чтобы я умываться могла, потому что я буду краситься, значит я буду умываться. Ну, в общем, просто всякие смывалки. А, и кстати, сейчас покажу вам, что мне обязательно надо делать перед каждыми путешествиями. Я беру вот такую вот бутылочку. Она у меня немножечко уже опустошилась, поэтому мне надо ее наполнить метилляркой. Короче, ребят, обязательно на отдыхе в Дубае. Там залив офигенный, бирюзовый, прозрачный. Там карус, отель. Тьфу-тьфу. И обязательно нужно много купальников, чтобы там отснимать видосики там. А у меня купальник всего один черный. И я, скорее всего, докуплю, ну, типа, много купальников в Милане. Потому что смысл мне брать всего один. Мы там будем целую неделю, еще два дня в Милане. Вот это все, 10 дней. А у меня всего один купальник. Ну, как это так? Короче, я докуплю в Милане, и мы все вам покажем. Итак, ребят, короче, я пришла в магазин. И знаете что? Я решила выбрать себе новую кепочку. И я хочу взять вот такую вот черно-красную от Нью-Йорка. Как раз вот мои волосы подходят. Мне кажется, я беру. Так, это я беру. Нормально. Так, я хочу взять обычный топ с рукавами, потому что у меня все топы будут без рукав. И один с рукавами точно понадобится. Вот этот топик, он прикольный, но я его и так редко ношу. Ладно, возьму. В этом я, скорее всего, поеду. Там, в поезд в Милане, ну, в общем, и понял. Так что я это ложить в чемодан не буду. Вот такой зеленый. Кстати, зеленый прикольный возьму. Возьму. У меня есть, кстати, ботики, я недавно купила. Зеленый есть. И есть еще один. Короче, такой же розовый. Дальше я беру вот эти вот две штучки. Один топик. И второй топик. Еще потом к нему возьму рубашечку. Под них нужно рубашку одевать. Что еще? Давайте какой-нибудь черный возьмем. Этот топик, он у меня как корсет. У меня есть такой же кислотный, поэтому его я тоже возьму. Короче, ребят, я там взяла одежду. Но я в ней постоянно хожу, уже все ее знают. Надо что-то новенькое, мне кажется. Я все равно чувствую, что маловато. У меня огромный чемодан, у меня там всего три косметички. И надо еще туда вещей забить, потому что смысла я беру такой большой чемодан, если там вещей не будет. Поэтому я в Милане. Мы будем делать полноценный хороший шопинг. И я захожу в разные магазины и накуплю себе еще много одежды. И так, ребят, короче, я уже в новой кепочке. И знаете, что я решила? Ой, простите за такую некачественную съемку. Просто я держу в руках новые духи Версачи. Потому что мне моих ароматов мало. И я уже очень давно, мне нравятся эти духи. И я очень давно откладываю их в покупку. Поэтому прямо сейчас я иду на кассу и куплю себе новые духи. И так, ребят, короче, я в Милане. Сейчас я пойду по магазинам на вот эту улечку. Кто не знал, тут прямо возле дома. Это вот этот замок. Есть пьяццо. Это площадь, на которой очень много магазинов. Типа Бершкин, Найк, Инченделл, Традивариус и все вот такое вот. И сейчас вы пойдете со мной дальше собирать мой чемодан. Ура! Soon after. В общем, первый магазин. Николь, какой? Найк. Сейчас я купила... Точнее, померила, я еще не купила. Померила шлепки. Самые обычные Найк. Наверное, я их возьму, потому что они правда удобные. Они маленькие, а у меня ножка маленькая. И мало в каком магазине я могу найти шлепки на свою ногу. Если я возьму, я буду очень рада. В общем, я еще чуть-чуть подумаю. И вернусь к вам уже с покупкой или без. Я уже все сделала. Я очень рада. Все, одна покупка уже есть. Я еще хочу кое-что прикупить. Вот, поэтому погнали. Диколь выбирает очки, посмотрите, ребят. Охранник пытается сделать так, чтобы она их не украла. Короче, смотрите, у меня есть... Мне очень понравились Версачи. Я думала прату купить, но Евгений, оператор, сказал, что они какие-то большие. Поэтому я посмотрела вот такие вот Версачи и есть вот такие вот розового цвета. Вот эти нормальные. Как по мне, они прикольные. Но я хочу, которые от солнца будут защищать, понимаете? Хорошо, давай. Я взял розовое. Я бы тоже взял. Ты тоже взяла розовое? Ребят, смотрите, сколько взялся очков. Ого, ребят, поставьте лайк за очки, пожалуйста. Это прадо, который я хотела, только я белое хотела. Это какой-то супер-соро. Смотрите. Зеленый тоже прикольнее. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, какие очки взять. Ну, не... Я не знаю, я приеме не будет серой. Ребят, а что бы вы сказали по поводу вот этих очков? А вот этих? Или вот этих? Ребят, прикиньте, эти очки белые, и они черные. То есть, и они становятся черными, когда на них свет падает. Это нам только что показали и рассказали. Прикиньте. О, смотри. Раз, и я выхожу, и они сразу солнцезащитные. Но так они красивые. А когда они солнцезащитные, они не очень. Смотрите, они прозрачные. Ультрафиолет. Вау, прикольно. Да, это вообще кожа, это фанель и исключительно. Отойди. Что за рейбаны с кожей? Нет, это не рейбаны, это лисачи. Итак, ребят, день 2. Я пришла снова на пьянцу дома. И мне надо пойти по всяким магазинчикам, типа НЧТМ, Зара, Бершка. А еще мне надо пойти поменять размер моих вот этих вот шлепанцев. Потому что мы взяли немного маленький размер на меня. Поэтому, думаю, можно идти гулять. Короче, ребят, все, я подошла уже к магазину. И, возможно, я еще посмотрю, что-то помимо тех шлепанцев, которые я уже купила. Мне надо только их поменять. Либо не посмотрю, не знаю. Тут просто еще столько магазинов в Милане, вы не представляете. Это то, что мы прошли, а вот это то, что мы еще не прошли. Итак, ребят, напишите в комментариях, что бы вы вообще взяли с собой в Дубай. Я бы, не знаю, я бы взяла всякие топики, платьички, туфельки. И для этого я зашла в НЧНДМ. Это первая жертва. И пока что я смотрю, тут подрямленные штаны. Вот, я такое себе не хочу. Я хочу выбрать что-то более такое крутое, красивое, женственное. В общем, вы поняли. Пока я выбираю, напишите в комментариях, реально, что бы вы хотели взять с собой в Дубай. Там, например, много топиков, или много юбок, или много купальников, или, ну, слишком много аксессуаров. Ребят, сейчас вы узнаете небольшой факт обо мне. Я очень люблю прям, ну, не конкретно группу Нирвана, но вообще вещи, там, всякие постеры, плакаты и так далее от Нирваны. И вот, я, знаете, что нашла? Стенд, в котором просто больше вещей, чем на всем мире от Нирваны. Вот, например, кофта от Нирваны. Я хотела к себе, кстати, серую кофту, а тут еще и Нирвана. Вот еще одна кофта от Нирваны. Вот Панама от Нирваны. Вот футболка еще от Нирваны. Ну, в общем, короче, много чего от Нирваны. Я бы тут затерялась, но я хочу как-то быстрее. Уэнсдэй, ребят. Это Уэнсдэй? Ничего себе. Отсылка на Уэнсдэй. Кстати, ребят, напишите в комментариях, хотите ли вы еще увидеть меня Уэнсдэй? Итак, ребят, следующий магазин это Бершка. Тут, мне кажется, самая большая Бершка, которую я где-либо видела. В Украине, там, вообще в Италии, во Франции. Мне кажется, это реально в Милане самая большая Бершка. Ладно, я пойду поищу себе что-нибудь, потому что в Нирваны я ничего себе не нашла. Итак, ребятки, в общем, я с него выбрала. Я очень давно хотела себе черную, ой, не черную, а серую. Серую оверсайз кофту. И я нашла вот прям то, что надо в Бершке. И решила купить еще один базовый черный топик. И сейчас я иду на кассу и буду покупать себе это все. Субтитры сделал DimaTorzok